Мы передаем им слово. Ну что же, друзья, карта Детрейн, к ней Ренегейтс тоже, в принципе, могли, могут быть готовыми, но если на Коблстоуне мы действительно с вами увидели Неждан, то здесь, по-моему, этих парней ждет очень опасный результат, который, может сказать... На Детрейне очень было бы неплохо начать все с победой в атаке в пистолетке, тогда ты ломаешь всю эту экономику защиты, они иногда рискуют, потом нету АВП, потом еще нету, а потом уже бац, уже 13-2 и все нормально. Сейчас, кстати, Коулзир неплохо отличился, правда, все равно 3-4, зелень закрыта, два игрока стоят с линка у Люминосити, и они готовы, по идее, всесторонне встречать любую атаку. Вот Ренегейтс пошли удивлять, решили играть контакт Аплента через зелень при тайминге 35 секунд. Это что-то очень глуповатое решение. Они везде на Успы нарываются, и вот тут тоже кто-то получит вот с Успа, но это просто глупо, у тебя есть глоки, используй силу глоков, а не иди перестреливаться с Успами. Какой грязный интеллигант, посмотри, взял и убежал, второй бежит с флешкой. О, ну это Фоллен, а это значит Габелла, друзья. Это он значит, что ты уволен. Да, Фоллен увольняет двоих, друзья, 1-0, первый пистолетный за бразильской командой. И для команды Ренегейтс из Австралии, ну вот сейчас уже сложно предвидеть что-то хорошее, потому что чем дальше будут заходить в наборе раундов ребята из Иллюминосити, тем хуже будет. Здор от Фоллена, ох, хорошие последние два минуса, вообще по стрельбе все жестко было в пистолетном раунде от бразильских игроков. Ну и Скаут, Фоллен, две UMP45, СМС-очка, вот он, Кольт обычный. Ну и в общем-то очень-очень такой сюрреозный, сильный бай пока что у бразильской команды. Не знаю, нравится мне UMP45, умеют бразильцы с этих девайсов стрелять в свою очередь. Ну и смотрим что-то интересное, сплит на... все-таки на точку А, видимо, готовится, сейчас апдаун и сотка должны пойти, по идее. Да, все именно так и выглядит. Ну, обычно в последний момент всегда можно развернуться, и здесь Ренегейтс, скорее всего, об этом пока еще не думали, ведь бомба как бы у соточки. Ну, попытка прощакать котлы у стила, первая инфа, в принципе, получена, то, что бразильцы в закрытых позициях, это нагнетает немножко обстановку для Ренегейтс. Ну, знаешь, вот совершать первый шаг в атаке, понимаю, что там уже могут быть и кольты, и фамасы, это всегда очень тяжело. А по размену может закончиться все очень плохо. И смотри, все-таки, да, решили сделать бфейк, тройка будет разыгрывать именно в направлении бплунта. Два игрока подготовились к проходу по зелени, правда, там фолин, вот когда фолин... И в тако пытаются выйти, кстати, тут уже подобрались настолько вплотную, что можно и тако там подразобрать. Стила обходит тако, надо забирать, надо забирать, этот минус делает. Нас кушали тако, 4 на 4, подобрали кольт, ну и пошла зелень. Ну, очень... Там надо долго продержаться на бплунте, но на самом-то деле уже все. Супортится атака на точку, ставится бомба, парень через баню перебежал. Вместе со скаутом товарища Фолана, но получил спину, далеко не отошел. Ой, 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 у Стила, ну и два, и два. Еще один минус, и все может получиться. И ребята выйдут на ситуацию два в одного. Ну, и колд-зиро. Ну, вот, опять же, очень жесткий колд-зиро. Остается, правда, против спунжа, у которого мало хп, но здесь может решить префаер, но без префаера происходит данный контакт. И мы видим, что все-таки, вот, опять же, колд-зиро оправдывает свою супер-нереальную статистику. Надо брать дальше, надо брать дальше. Ренегейтсу нужно идти ва-банк. Была установлена бомба, только что выбили четыре девайса. У Люминосити будет не так много денег. И, в принципе, ну, по-моему, нужно рисковать. Отличный шанс. Ну, да, да, согласен. Выбили нормальное количество, опять же, один остался в живых. Так, Фолин остается без армора, но с АВП, который ему, скорее всего, дропнул колд-зиро. Ну, а тут полный эко-раунд. Да, тут полный эко-раунд после установленной бомбы. Ну, посмотрите, там Бизон, АВП без армора. А вы могли взять там два Калаша и Теки с арморами и со всеми гранатами. Ну, тут, как бы, видите, просто не поверили в свои силы. Тем не менее, колд-зиро отлетает просто с дегла. Нет. О, Феникс! Ну, Фолин не пропускает, опять же, выход сотки. Правда, по зелени три игрока могут задавить. Сейчас плент, буквально, так сказать, на ноге и с очень утонченной легкостью. Но, опять же, вот командное взаимодействие у Люминосити не позволяет этого сделать. Сразу фермишает пройти всем с кольта. И давай среализован. Что ж, ну, пока все складывается, опять же, к тому, что Люминосити, поймав свою игру на карте Коблстоуна, готовы продолжать разрывать. Ну, что-то давили, давили, да не вы, давили плент. Вообще, все очень просто. Да, дали два минуса, но, опять же, без каких-либо проблем. ВП остается на руках, экономику слишком сильно не потеряли. Ну, и вот теперь давайте посмотрим, что придумают на оружии. Австралийские парни. Ну, и посмотрите, ее стила. Просто со старта залетает под шестой вагон и пошел уже за зеленый практически. Ну, задача, опять же, пройти на Х, забрать плент. Но, по-моему, против единички вот они будут очень долго прорабатывать моменты. Но АВП плюс фрага Тустила, который спровоцировал на них выпад, в принципе, сделали всю работу в этом раунде. Но, и несмотря на столь неудобное обстоятельство для Люминосити, те умудрились опять уравняться 3 в 3. И сейчас Феникс может крайне непредсказуемо отыграть на последних, скажем так, вздохах этого раунда. Кулзира, кстати, уже все падает в апдаун. Инфа по минусу прошла. Джекс последний. Короче, знаешь, у Ренегейс не идет. Просто не идет. Волнами на самом-то деле происходил раунд. Казалось, после минуса от Фолла, там 4 в 3 ситуация. Шансов нет. Потом небольшой переворотик. Но, тем не менее, нет. Шансов нет. Отличный, уверенный раунд. Да, экономика по-прежнему не столь уверена в Люминосити. Но зато уверенный счет в этой игре 4 в 0. Пока это достаточно. И, в принципе, посмотрим, что новенькое придумает Ренегейтс на этот раз. Но мы уже понимаем, что парни не любят рисковать. Хотя на этот раз мы видим теки, гранаты. Но без армора. Но без армора. Это раскидка Б-планта, скорее всего. Ну, сейчас увидим. Либо попробуют сыграть с апдауна. Так, флешка на... Опс. Одного на чек. Ну, тут, по идее, сейчас Люминосити понимает всю ситуацию. Но зачем-то поломились. Ого! Вот это провал. Двоих в поджиме с Б-планта. Ну, без шансов. Просто выключают 4 игрока. Дальше ситуация, как видим по карте, выглядит абсолютно понятно. Дерени Гейтс. Надо жить на бомбе. И... О-о-о! Вокейшн тайминг для Коулзиры. Ну, вот. Ничто не предвещало беды. Вот только я сказал. И, пожалуйста, уже сложнейшая ситуация 2 на 2. Да, есть еще немного времени, но... Молотов. Молотов на бомбу, брошенный вовремя, может стать здесь ключевым. Да. Элементом этого раунда. Да, Молотов полетел после дефьюза. Но дефьюза нет. У Спунж должен действовать. Выпад. И он не готов встречать. Это вообще провал. Ну, вот какие-то нервные Лени Гейтс. Нет опыта. Психанулись. Ай-яй-яй, надо лететь на стволы бразильца. Ну, что же это такое, ребят? Ну, вот слабая психология, скорее всего, и психологический настрой в этой команде заставляет их принимать вот такие вот решения, где они не понимают, как будет действовать их оппонент. Ну, к сожалению, они как папки сыграли. А посмотри на Люминосити. Идеальная выдержка в ситуации, которая для них могла закончиться провалом, и они с ней справляются. Это огромный буст по морали. Спокойно, тихо, без кипиша. 2 в 2 идеально отработали. А вот Рени Гейтс все-таки сыграли, как я, на матчмейкинге. Потопили в дым, вылетели на стволы. Ну, и все, и провал. 5-0. Ох, ну что же, австралийцы, тащите. Хоть что-нибудь? Неплохое начало для Люминосити. Опять же, видим, что не хватает опыта Рени Гейтс для понимания всех тонкостей первых шагов на этой карте. Ну, тут не только опыта, я раунда не понимаю вот сейчас. Особенно, когда второй погиб один на Апленте. Остальные втроем вообще отдыхают. Поконтролили, в дымы смотрят. Поконтролили. Ну, если первый на винте сдох и от снайпера, то там он действительно его не ожидал. То вот второй, который вышел на 100 и попытался отстрелить среднюю линию, был, мягко говоря, ну не в том тонусе, чтобы играть такой раунд. Ох, дальше провал Аркада от фера ныряет обратно в апдаун. По-моему, слышали, что за ним побежали. Джекс, нет, не пойдет ловить его. Ну, видно, что Рени Гейтс неплохая команда. И стреляет, и думают парни местами неплохо. Но видно, это было только на Кобле. Да, видно, это было только на Кобле. Сейчас же борется, но куча ошибок и такой вот счет. Счет не по игре, кстати. 6-0, но посмотрим. Может быть, все-таки еще прорвет команду Рени Гейтс. А может быть, порвет кто-то команду Рени Гейтс? Ну, скорее, да, первая. Два варианта развития событий всего здесь есть. Скорее, вторая. Вторая? Да. Ты уверен просто в том, что Рени Гейтс все сдадутся сейчас, и мы не увидим камыша? Нет, ну, я уверен, что Фоллун и команда Леминосити не позволят второй раз подряд вот так с ними поступать. Играть допы, напрягать как-то. Сейчас они будут, не знаю, просто очень сильно напрягаться. Они уже понимают, что тут парни приехали побеждать. И, я думаю, нас ожидает хорошая игра от бразильской команды и какой-нибудь очень уверенный счет защиты. Цель пока простая. Надо выйти из группы. И выйти из группы имеют шансы обе эти команды. Правда, знаешь, вот дальнейшие соперники, это будут Ликвид, это будут ребята из Cloud9. Это весьма сильные команды для такого коллектива, как Рени Гейтс. При том, что представь, насколько сильно мотивированы именно команды в Северной Америке. Ведь именно этот чемпионат будет транслироваться, по-моему, каждую пятницу на национальном телевидении. И вот эти... И Шакил Анил будет комментировать? Нет? Ну вот если он будет комментировать, это будет вообще бомба, потому что... Хотя он в ролике пока только снялся. Как подтирает кровавые полы на пленте до 102. Или бегает за курицей. Он зачищает плент. Да, хороший ролик. Кто еще не видел, посмотрите. Полно хорошего добра. Я думаю, Шакил Анил может в этой игре, ему можно сделать специальную пушку, баскетбольный мячик, и он может с него делать минусы. Ну что же, на зелени Фоллэн. Размен его давят, но Фоллэн не оставляет шансов. Хотя... Фоллэн просто сказал двум, что они уволены. И дальше ситуация по размену заканчивается за считанные секунды. Ведь опять же быстрое командное взаимодействие. Люминосити решает все. Авик не подобрали, не один, по-моему. Авик, походу, да. Авик, походу, не подобрали, но сейчас увидим. Итак, первый уволен. Второй затроллен. Третий, ну, не хватило чуть-чуть. Третий уже нашивал. Третий хорошо сыграл. Но, опять же, остальные тиммейты Фоллэна великолепно сыграли. Все попадают, все принимают. Ну и, в общем-то, пока что под ноль. На второй карте все очень уверенно. Далее, Игорь, напомни, кого мы смотрим. Вылетело просто из головы. Сейчас, секунду. Фаунднайн, Ликвид. Ликвид Фаунднайн. Я потерялся в этом чудовищном расписании, которое параллельно у нас просто еще, друзья, ЕЦС-матч. Кстати, завтра с утра они будут. Да. Друзья, все-таки нежданно-негаданно. Все-таки завтра покажут людям эту встречу. Шведское мясо. Это супер-битва. Не в первый раз, кстати. Не в первый раз, друзья. Матч просто чуть-чуть подвинули. Но все будет показано завтра днем. Так что не переживайте. Пока у нас 7-0. Тактическая пауза от Ринни Гейтс. Они на ваших экранах. И, судя по тому, что их тренер смотрит в никуда, сказать что-то сложно. Но, видимо, какая-то тактическая пауза. Видимо, что-то идет не так. Черт возьми. Почему у нас 7-0? Черт возьми. Почему 7-0? Почему они идут по одному на каждую точку? Где наши раунды? Ну, обычно многие говорят, любят говорить, что после седьмого раунда сейчас оно все пойдет. Сейчас парни поговорят вот так вот. А тут и не поговорят. Уже и так денег в твоем сопернике получается слишком много. Точнее, ты, когда проигрываешь, и начинаешь тащить. Но вот сейчас в данный момент не слишком верится, что вот что-то будет получаться. Уж слишком уверенно выглядит игра бразильской команды в защите. А ребята из Австралии, нам пока ничего интересного. Они не знают, как выйти на точку А. Я ничего не видел. На самом деле, да, вот этот момент с раундом, где они играют сплит-атаку. Главное, зелень прошла, сыграла вразмен, а ребята в сотке стоят, не понимая, что делать. Трейны черкали, а почему? А карты черкаются, а нюк не хотим. Но карта, опять же, карта определяется абсолютно рандомным образом. Вы не пикаете карту, вы просто баните две, которые вам не нравятся. Каким-то таким кулуарным интриги какие-то. Коррупции попахивает. Рандом, причем у коррупции, наоборот, рандом увеличивает зрелищность матча, на самом-то деле, потому что если бы мы смотрели карты, которые команды пикают, то мы бы, наверное, не увидели бы Да, даешь следующий мейджор только на нюке. Кстати, да, круто бы было. Но вот если выбирать, у нас, кстати, на Миноре была такая система проведения, где последняя карта выпадала, опять же, рандомным образом. И, по идее, нюк, ну, я думаю, это 70 на 30. Все бы знали, знаешь, там мейджор посвященный нюку, короли нюка, короли инферно. Нет, ну насколько это все-таки, наверное, жестко смотреть одну и ту же карту и играть одну и ту же карту все время. Это, наверное, просто ужас. Нюк мейджор чемпионшипс просто. Итак, что ж, ждем возвращения в игру. Вот, как видим, Джекс, Пунч, Емазе, Рустила, парни из замечательной Австралии, живут в Лос-Анджелесе, выступают за клуб Ренегейтс, который с радостью помогает этим пяти молодым людям выступать и расти в уровне игры. Но, как мы видим по результату, пока у них, ну, трейн не тренет. Ну что же, уже пошел небольшой разбен Аркада Бэплэнтапа. Подгорели там парни, двое красных уже у австралийской команды, поэтому одного забирают в Ферр, ну, а дальше, мне кажется, всех остальных точно так же быстренько разберут бразильцы. Это знаешь, как типа раунд от команды Луминости на премьер Бэплэнтай. Ферр, 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 такой ферр, такой ферр, все. Габелки попахивают, друзья, вот для ребят из Австралии. Или колдзера, 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 колдзера. Да, колдзера, кстати, да. Статистика колдзера, кстати, друзья, на лане, она порой даже лучше, чем в матчах в интернете. И я прошу ваше внимание посмотреть, обратите внимание, посмотрите на матчапы против Натсу Винсеру, команды Луминости, там просто жесть. Так, два ВП колдзера Фоллина, ВП от Ема. Мы уже увидим на девятом раунде от Ринни Гейтс. И, по-моему, это их третья попытка сыграть полный закупочный раунд с идеей Устила. Проход на единицу. Идет быстро под Молотов его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь опять готовы парни из Бразилии давать жару. И их модель деферса. Кто за раунд опять? Все из сотки? Это раунд имени... Раунд имени... Драж по центру. И еще два слова, да? Да. Раунд имени 300 тысяч долларов. Ух. Ну что ж, друзья, продолжается противостояние бразильской команды Луминосити. И их австралийских соперников. Ринни Гейтс. Первая карта. Была очень крутой, интригующей. Дополнительные раунды мы видели. Но бразильцы все-таки были сильнее. Одна ошибка стоила победы. Ринни Гейтс. Ну а сейчас уже парни просто расклеились. Видимо, все силы отдали на эти допы. Видимо. Либо трейн все-таки большая проблема для Ринни Гейтс. Итак, EZR. Игра в апдаун. Ну, опять же, вот... Ничего сверхъестественного. Просто сплит-выход достаточно быстрый. Колин хороший Молотов. Но мог сейчас стать жертвой опасных деглов. И второй игрок также подходит. Джек словит. Флэш-спунш. Вот хорошо заходят. Подбираются до контакта. Но все равно... Но не слишком сильно попадают. Вот вроде бы что-то получается. Нет, нет, нет. Яма 1-4. Сейчас быстренько получат Асавика. 10-0. И, опять же, пока без раундов. Пока в сухую. Бразильцы выступают на карте Детрой. Ну и, в принципе... Я уже начинаю догадываться, какая будет студия аналитики после второй карты этой встречи, друзья. Бразильцы... Анекдот рассказывает. Музыки смотреть. Бразильцы просто лучше. Все. Бразильцы просто сильнее. Ну, да. Будем ждать с надеждой на то, что Ренегейтс может подпишут когда-нибудь команду из СНГ. Дадут парням с СНГ шанс. Я уверен, там бы было абсолютное... Невероятное развитие событий. Нет, ну, знаешь, опять же, первую карту классно играли. Молодцы, могли выиграть. Ну, вот вопросы к Трейну однозначно есть. Уже соперники будут присматриваться к этой карте против австралийцев. Ну, и пока что Ям здесь подгорает на Медле, на Соточке. Ну, и очень агрессивно там пока что играет бразильская команда. Точно так же поджим на зелени. Очень агрессивно стоит Фоллун. Идет дальше. Фоллун уже идет в аркаду. Это говорит о том, что ему стало максимально скучно. Обычно он такие вещи не позволяет себе делать. Его вроде бы ждут. Но, опять же, когда ты ждешь ОВП, ну, ты ждешь смерть. Ты дождался Фоллин. На самом деле, Джек сам виноват. Можно было занимать помойку, играть более-менее аккуратно до контакта. Не с такой плохой позиции. Здесь он стал жертвой по своей собственной воле. Ям вообще не может никого проверить, потому что боится вылезать. И по ходу стиля игры Ренегейтс... Ну, парни полагаются на то, что к ним от скухи Люминосити будут приходить, а те их убивать. Я не знаю, они идут, раунд на играют. Но при этом не дают дымы туда под Фоллун по зелени, на плент. Вот как европейские команды, европейских дымов мы пока что не видим в их атаке. Ну, хороший шанс. Это выглядит как-то слабенько. Хороший шанс организовал у стиля для своих тиммейтов, но не сыграла зелень. И он остается последний на первом вагоне. Фоллин, что ты делаешь? Просто опять увольняет. И, в общем-то, минус три за раунд от него выглядят весьма эффектно. Не дают шансов менеджеру Люминосити там попрыгать, порадоваться. Все идет слишком легко, слишком просто. И слишком ненапряженно. Вроде бы в начале первые шесть раундов были действительно боевыми. Там какие-то постоянно напряженные ситуации, напряги по экономике. Но чем дальше, тем все проще для Люминосити. Снова никаких денег не остается у австралийцев. Но и есть в руках девайсы. Посмотрим. Трашим Б? Нет? Так, раскидка точки А от Ренегейтс со старта этого раунда. Но это уже поинтереснее выглядит. Ну, выглядит-то да. Но они уже... Ой, Назелиди, зачем они нужны тут вдвоем? Еще и с бомбой. Голдзиро также на Б подбирает у стила. Три в пять за считанные секунды. И Фоллин, походу, вообще решил... Ого! Ну, вот мог даже попасть по Ему, но флешка опять же все испортила. Правда... Ну, тут Фер все испортил, вообще всю интригу, хотя... Ну, подожди, подожди. Три в два, три в два, три в два. Сейчас нужно подумать. Вот сейчас самое главное для ребят из Ренегейтс подумать над дальнейшими действиями своими. Ну, понятно. Вообще, конечно, такая игра тут все время думать приходится. Черт, не расслабишься. Если они хотя бы после размена это начнут делать, будет хорошо. А вот до этого, все один из раундов, мы видели какое-то невменяемое крутое пике, которое можно назвать, как я не знаю, полетом Камикадзе. Именно так играет ли Ренегейтс? С вышки в бассейн без воды. Ну, в общем-то, друзья, вот сейчас уже на контакт вышли игроки. Я не уверен, вот скольких видел пока что Фоллин, а двоих, либо только одного. Да, Фоллин умер. Ой, Фоллин. Кулзир, Кулзир, Кулзир одного тоже заметил. Ну, ты видишь, какой у меня монитор. С моим... Кулзир одного заметил. С зрением Сокола. С зрением Сокола. Такие дистанции. С такой Тафос и Калиный глаз. Да-да-да, мелкие текстуры, это не мое. Эх, ну вот что-то Ренегейтс зашли в план, 28 секунд, и такие, ого, а что здесь никого нет? Ну, давай попробуем поставить бомбу, я залезу наверх. И Ренегейтс будут отыгрывать эту бомбу, скажем так, против достаточно эффективных позиций сил защиты, ведь они могут в один момент открыться втроем и раздать жару. Так, вот опасненько, хотя после этого минуса, наверное, все-таки не будет мувиков. Вот Ям пытается в YouTube коллекцию себе моментик записать, одного забирают, но вот дальше все ближе и ближе соперники, и все больше шансов выйти в момент просто на размен спину. Ну, не туда, так как плашку накинул. Ай, я тайминг какой! Ям ошибается, колд-зиро пушат, это раунд без шансов достается команде Люминосити, и Ренегейтс, несмотря на то, что попытались все-таки вспотеть в последние секунды, возможно, последнего для себя полноценного девайсного, уступают в этом раунде 12-0. Это разрыв, это разрыв. Ну, да, ну, конечно, три раунда как-то вот улучшит ситуацию, но опять-таки после этого нужно брать пистолеты, нужно со старта там тащить, разрывать, и, ну, вот при такой игре против такой игры бразильской команды уже, наверное, не получится. Да, классная была первая карта, клевый Коблстоун. Ну, знаешь, видимо, все-таки поражение на Коблстоуне сказалось на дальнейшей игре. Ну, тут вопросы, конечно, к этому есть. Поражение на Коблстоуне, вот, невыигранная карта была, супер-возможность. Либо просто не играют эту карту. Шлиты, на самом деле, они нормальные, у них все было круто, ведь они, вдобавок ко всему прочему, при счете 15, вернее, при счете 14-14, они сделали эко, понимая, что следующий раунд надо брать и тащить овертайм. Но вот на овертайме должного, должной атаки не показали. А может быть, вот вообще, в общем-то, и расстроились после поражения на первой карте. Да, скорее всего. И играть трейн не особо получается, к сожалению. Хотя, опять же, вот, Петрик расскажет нам еще раз подробно, я думаю, всем, вот, вновь прибывшим зрителям, как же тут черкают карты, если такая информация стопроцентная есть. И все-таки, вроде бы, оставлялись, наверное, как трейн, хотели играть. Посмотри, Фьер против просто трех игроков совершает, можно сказать, ритуал. Фолиан, вот это выпад в дым, в собственный дым, под флеш, как просто человек-терминатор из Бразилии. Ну да, и как он еще мансуется на планте, хотя... Ого, вот сейчас... Ну тут ошибся австралиец, смог в голову попасть чётенько хедшотиком, но нет. Я так подозреваю, что, ну, тяжелая ситуация в моральном плане ожидает команда Ренигейс после этого матча. Ну, я думаю, с другой стороны, ничего такого не произошло. Играли с лучшей командой мира на данный момент. Опять же, не грех и проиграть, опять же, получить опыт дополнительный. Первая карта была сверхзаменитая, крутая, великолепно, все там отыгрено. Поэтому играть тоже не стоит, просто сделать свои выводы, ну и понять, над чем нужно работать дальше. Ну, я не знаю, какие выводы могут сделать эти ребята из Австралии, когда счет 13-0 на карте Детрейн. И за счет чего они собираются вообще выигрывать в раундах? Ну, вывод напрашивается простой. Не играть карту Детрейн. Ну, вот опять же, тогда надо было банить, но они забанили абсолютно другие карты. И то, что второй картой выпало, это именно рандомно. Ну, кто там аналитик в команде, я точно сказать вам не могу. Если дополнительный человек, который отвечает за все эти дела. Но вот тут кто-то накосячил при выборе карта. Кстати, впервые у нас ситуация в равенстве между двумя командами. Еще целая минута до конца раунда. Вот спустя 13 раундов Ренегейс начинает наконец-то показывать немного медленной игры. Так как, ну, работает на эффективность. Все-таки готовы цепляться за два. ЕМАВП Беплент, но в соперниках у него просто сейчас никого здесь нету, кроме Тако, который в пленте абсолютно спокойно отмыл. Он не услышал, да? Пропустил попдок. Не, услышал, видишь, простреливает. Ну, там традиционно, там все простреливают. Когда дым, почему бы у него не пошить вот снизу? Это святое правило Трейна. И в итоге у Стила отдается на Бепленте, Фолин с зелени, как... Ну, короче, я не знаю, как Ренегейтс здесь вообще хотят выступить, но, по-моему, вот вылет из группы с первого места снизу для них здесь будет уже чем-то... Ну, вот они... Ну, ладно, ну что ты списываешь? 16-0 коэффициент. Вот это похоже на 16-0 коэффициент. Кстати, какой был на вторую карту? Вот это вот самое интересное, а мы про это не поговорили. Вот какие мы... Хотя, может быть, наша студия аналитики это... Наша студия аналитики, я уверен, это обсудила. Петрик за такие вещи берется просто как тиггер. Да, мы просто немножечко успели немного отдохнуть. Тоже комментаторам нужно помолчать, как говорится, все это время, когда они не комментируют матчи. Ну, а если честно, становится грустно и жаль этих ковбоев из Австралии. Ну, судя по их логотипу, 14-0 это уже круто, 15-0 будет жестко, а 16-0 это уж, извините меня, плохо. Просто плохо. Итак... Ооо, Фоль Феникс минус Устила. И на зелени сейчас, по-моему, ребят из Австралии ожидает небольшое бразильское... Короче, порноиндустрия покоряет зелень команды Ренегейтс. Прям... Я сейчас просто встану и иду. Ну, что ты хотел? Ну, два хороших снайпера хорошо работают на второй карте, это трейн, это защита. Ну, и команда, которая не очень хорошо играет в атаке, я говорю про Ренегейтс. Команда, которая, походу, вообще за атаку играть не хочет. Не, ну, у них действительно атака не то, что плохая, или они плохо играют, она у них никакая. Вот даже если вспоминать карту Cobblestone, то после серии овертаймов, после серии овертаймов, эти парни, понимая, что им придется вновь показывать свою лучшую атаку, делали те же раунды, которые не работали. Хотя подстроиться можно было. Вот бразильцы перестроились немножечко за нападение по таймингу, аж дважды на первой карте. Ну, вот про вторую я вообще молчу. Здесь... Так, у кого там ВКонтакте включен? Алло, вам сообщение. Алло, вам сообщение. Ну что же, 28 хп, Вера в себя, 20 секунд, бомба не в рука. Ну, Джек здесь уже просто... Второй прилетает. Да ладно, ну просто не вообще, просто все, можно беситься. 10 секунд. Биться, бить ножом в стенку, но либо убивать за 7 секунд. Короче, бразиляки задушили, просто задушили прямо сейчас. Ну, молодцы, люминосите на самом-то деле. 15-0 сразу показывают, какой у них настрой на их группу в этом матче. Разбудили медведя, злобного и опасного, бразильского какого-то... Гризли. Гризли. Едьте. Как, кто в Бразилии самый опасный медведь? Я не знаю. Кто это может быть? Самый опасный медведь в Бразилии. Быстренько в интернет. Так, друзья, сцена на вашем экране. Очень прикольно все выглядит. Ну, опять же... Самый опасный медведь в Бразилии – это менеджер команды Люминос. Ну, он... Ну, да, вообще, это, как говорит, из Фавел. Такой, нет, очень позитивный, классный человек в первую очередь. Что ж, друзья, сейчас продолжится этот матч. Ну, я не знаю, в комментариях излишних, по-моему, здесь уже никто не нуждается. Мы все с вами понимаем. Зрители есть, я соврал. Зрители есть, да. Нет, там есть, но там их мало. Опять же, там в основном просто пресса, которая присутствует. Менеджеры. Родственники, менеджеры, да. Но, опять же, у этой лиги, друзья, тоже будут лан-финалы. Они будут большими, они будут крупными. Лучшие команды по результатам регулярной части отправятся. И Шакил О'Нил придет. И Шакил О'Нил будет раздавать финальный приз по-любому. Все больше и больше звезд мирового спорта. Обращает внимание на киберспорт. Вкладывает все больше и больше финансовых средств. Помогают. Сил. Сил. И всяких разных штучек. В это дело. Каких штучек? Ну, каких зеленых фантиков. Потому что понимают, что кто не успел, тот опоздал. Сейчас как раз киберспорт на волне. Хотя, на самом-то деле, где вы были 10 лет назад, уже бы можно было доминатором быть. На самом-то деле, в США, друзья, для тех, кто не знал, была такая лига, называлась она Championship Gaming Series. Там было 3 или 4 дисциплины. Но из-за кризиса все это дело развалилось. И, во-вторых, даже не из-за кризиса, а из-за того, что там... Не та дисциплина была. Да, не та дисциплина была. Был КСС. И не было на тот момент в игре какой-либо монетизации. Даже звучит название как-то не так. КСС. Ну, КСС. Простите, сорсеры. Да, звучит как-то не так. Ну и по сути-то дело, все равно вся планета продолжала играть в 1.6, несмотря на эту лигу. Топ-команды США просто потом пытались... Ну, некоторые игроки потом пытались вернуться обратно в 1.6. Но так и не получилось. Ну, и тема, и тема. Это вообще вот было все как-то вот действительно не так. Немного статистички. 3.83, КД-4. Ну, просто жесткий. 23.3 на 6. Короче, эфир устроил разрыв только что ребятам из Ренегейтс. И вторая... Я не знаю, как они хотят играть во второй половине, но, по-моему, их ожидает сейчас первый пистолетный раунд, который может стать последним. Но это не всегда приятный факт. Ой, какая-то очень быстрая у нас вторая карта, да, друзья? Вот не увидели мы здесь каких-то замысловатых раундов, интересных, супер задумок. Ну, в общем-то, все по делу. Люминосити очень жестко по стрельбе здесь отработали. Не давали никаких шансов Ренегейтс, но Австралийцы очень... Честно, мне не понравилась их атака. Как-то это было... Ну, немного безидейно, как будто вот начинался первооружейный, а ребята вот не знали, что им делать в атаке. И, в общем-то, продолжаем просмотр этого матча. Надеюсь, что-то интересное произойдет. Да, у нас точно не может быть. У нас компьютеров нет, как говорил Игорь. Вам сообщение, я прочитайте. Ну и давайте посмотрим за этой пистолеткой. Бразильцы уже потихонечку перетягиваются по точку А. Ну и, возможно, какой-то сплит. Вот мне просто интересно. Нет, это просто на раскидку стало. Команда. Да, это в сотку пойдет, наверное, вся эта движуха. Может быть, один на зелень, двое апдаун. А может быть, движуха просто никуда не пойдет. И сейчас будет камбэк по картам. Ну, камбэк на карте. Два раза довести до 15-15. Приграть было бы жестко. Хорошие дымчики. Эзер готов принимать сотку, но выхода нет. Ой-ой-ой, вот небольшой провальчик. Тут небольшой просвет. Надо по левой, надо по левой было проносить в дым. Но бразильцы по информации сразу же отвечают. Бомба ставится, врывается. Ем. Без шансов для Фера. Почему не прикрывают фулинг? Непонятно. Дают шансы. 3 в 3, но есть минус. И это численное преимущество. Ну что, штрифт 2. Спасти ситуацию может Спунш, у которого остается ЦЗЛ. Он может сейчас не пропустить игроков на Х, но его проверили. И это может стать проблемой для Ренегейтс. Один хп, о боже. Ну, тут, наверное... Тут, наверное, только госпожа удача может спасти здесь. Ну, помолиться разве что. Можно спунш. Хорошо попал. Вот пожить чуть-чуть. Два в одного и... Волен. Великолепный вместе с Такой. Два к счету. 16-0. 16-0, уважаемые зрители. Какая боль. 16-0. Бразильская команда без проблем проходит. Австралийцев из Ренегейтс на второй карте первого матча. Бразилия, Австралия. Сегодняшнего игрового вечера. 16-0. Друзья, стоит также вам сказать, что сегодня... На сегодня это еще не все. Вы не подумали. Далеко не все. Далеко не все. Нас ожидают еще две игры по той же схеме. Две карты. И следующий матч, который вы будете уже смотреть с Таффой и Лениным, это матч команды Liquid Cloud9. Они с тобой, нет? Нет, не со мной. Ты же сказал, что на две. А, на две карты. На две карты. А, вот такой ты. Ну, хорошо, друзья. Напомню, что там Cloud9 Liquid. Да, Cloud9 Liquid. Это будет следующая встреча. Начало матча стоит где-то на 27... Ну, через 27 минут где-то примерно они должны стартовать. После чего, Люминосити тоже никуда не уходит. У них сегодня должна быть еще встреча с командой Liquid. Тоже по той же самой схеме. Ее уже будет комментировать Ленин и Кван для вас. Это, в принципе, все расписание на сегодня Е-Лиге. Друзья, за расписанием я вам напомню. Вы можете следить в наших социальных сетях, как моей Таффиной, так и на сайте starlader.com. Все матчи будут комментироваться, по крайней мере, группового этапа из, опять же, наших студий с вами. Мы работаем на прямом потоке с Е-Лигой. Ну и вас также будет ожидать студия аналитики. Мы, возможно, даже в ней что-то еще придумаем для вас, чтобы вам было не так скучно, чтобы был интерактивщик. Прямой поток с Е-Лигой – это единственное, что нам сегодня не понравилось. Местами были лаги. И я вот люблю, как наши парни показывают. Да, я тоже люблю, как наши парни показывают. Но, к сожалению, правила Тернер Спорс простые. Вы комментируете, мы показываем. Ну, окей. Хорошо. Кто платит, тот заказывает музыку. В общем-то, где-то так. Как заплачено, так и… В общем, друзья, мы уходим… Спасибо за чемпионат вам, ребята, большое. Будем два с половиной месяца наслаждаться супер-играми. Ну, а Игорь пока что отдохнет. А мы уйдем в небольшой, кстати, перерыв. И после этого короткого перерыва вас ожидает, опять же, студия аналитики. И в ней Петрик попробует вам проанализировать, что же все-таки произошло с игрой бразильской команды на карте Детрейна. Почему они взяли 16 раундов сразу? Игорь. 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 Игорь.